Спасибо всем, кто вернулся, и тем, кто прибыл вновь. Сейчас наш следующий спикер, Тамара, расскажет нам про голосовые ассистенты и много всякого интересного. Тамара. Привет, дизайнеры. Как вы обедали? Мне очень повезло, что вы мне достались после еды, потому что вы все такие добренькие, сытенькие, довольные. Ну что, про голосовых ассистентов поговорим. Давайте чуть-чуть интерактивовы, не стесняйтесь. Поверьте мне, я волнуюсь гораздо сильнее. Хочу просто прощупать аудиторию, понять, кто вы, зачем вы пришли, что вам интересно. Поднимите, пожалуйста, руку, если вы дизайнер. Окей. Поднимите, пожалуйста, руку, если вы хоть какое-то отношение имеете к войсу, голосу, что-то пробовали, делали. Так, круто, больше, чем я ожидала. Офигенно. Скажите, а кто из вас вообще подумывает, ну, то есть вы пришли не просто послушать, потому что любопытно, а потому что вы прям думаете, а может быть, я хочу работать в этой области? Один человек, два, три, четыре, пять. Окей, клево. Ну, это лекция для всех, ну, в смысле, это доклад для всех вас, как бы я расскажу, мне кажется, надеюсь, много интересного, но я просто, знаете, те, кто сейчас вот подняли руки, это особенно для вас, потому что я очень-очень надеюсь, что вы заинтересуетесь этой областью, что мне удастся вас как бы ей зажечь, и вы захотите в этом плане что-то попробовать, потому что там много интересного. У меня доклад строится по принципу карточного гадания «Прошлое, настоящее, будущее». Давайте вначале посмотрим, что собой представляет голос, какой путь он прошел до сегодняшнего момента. Я так или иначе перейду к именно диалоговому дизайну в прикладном смысле, но индустрия голоса и вообще тема голосовых интерфейсов, она началась вот еще задолго до того, как появились первые навыки, она началась с распознавания голоса, то есть чтобы вообще как-то взаимодействовать с людьми при помощи голоса, нужно вообще понимать, что они и говорят. Первый софт, который умел это делать, был выпущен компанией IBM в 61-м году, назывался Shubox. Как вы думаете, сколько слов он понимал? Вы крикиваете, не бойтесь. Кто? Два, тридцать, сколько еще? Ну, кто-нибудь? Два. Шестнадцать. Он понимал шестнадцать слов и цифры от одного до нуля. Потребовалось десять лет, прежде чем было выпущено следующий софт, который делал то же самое, выпустил его университет Carnegie Mellon, назывался Harpy. Как вы думаете, сколько слов понимал он? Десять лет прошло? Сто, тридцать два? Тысяча. Тысяча слов. Ну, то есть десять лет немало времени, но и скачок достаточно такой нормальный. Еще двадцать лет. Компания Dragon выпускает программу, которая называется Dragon Dictate. Возможно, более поздние версии этой программы вы даже где-то там встречали на просторах интернета. Это была первая коммерчески доступная такого рода программа, которую просто человек мог там купить и пользоваться ей. Все, что предыдущее, это там в лабораториях, да, только для избранных. Как вы думаете, сколько стоил Dragon Dictate? Давайте так, в тысячах долларов? Шесть. Ну, не мало, да, то есть как бы не просто взял, пошел в магазин и купил. Не каждый мог себе позволить. Строго говоря, современный диалоговый дизайн, или он же дизайн навыков, он же дизайн процедуры, у него есть куча разных названий, еще даже как бы нет устоявшегося лексикона. Но, наверное, можно считать, что он ведет свой отчет с 2011 года, когда появилась Siri. Она появилась на еще таком толстеньком iPhone 4s, она не очень много умела, в основном она просто, это по сути был голосовой запуск фич, которые уже были в телефоне. Поставь таймер, который до сих пор, наверное, кто-то из вас периодически пользуется, да, там, открой музыку или что-то еще. Но с этого момента голосовой интерфейс, ну или по крайней мере прототипы того, что мы сейчас видим, как голосовые интерфейсы появились в руках у просто обычных людей. И после этого все пошло достаточно быстро. Три года спустя Amazon выпускает свою Alexa, а потом постепенно делает из этого marketplace, где не только сам Amazon, но и другие разработчики могут что-то туда добавлять, придумывать и делать на их платформе. Потом появился Google Assistant, и уже Android пользователи тоже могли насладиться всеми прелестями голосового взаимодействия. Российский Voice появляется в 2017 году, когда возникает Алиса, как, в общем, некий русский наследник Алексы. В 2019 году появляется ассистент Олег, над которым работаю я, и на примере навыков которого я буду вам сегодня рассказывать, что вообще такое диалоговый дизайн. Смотрите, с момента возникновения Алекса в 2014 году, вот 2019 год, как вы думаете, сколько на платформе Алекса сейчас навыков? Навыки это, ну вот, например, Алиса включи свет, это навык, это как бы функция, да, какая-то вот, короче, вещь в себе, как некий элемент интерфейса, как бы какая-то фича, которую можно сделать голосом. Как вы думаете, сколь? Тысяча. Первый был ближе всего, 90 тысяч. Очень неплохо. А год спустя, как вы думаете, какое было Мау Google Ассистента? Он появился, типа, за 4 года до этого. Мау – это количество людей, которые ежемесячно, хотя бы один раз его запускают. Считайте, в миллионах. Еще? 500. 500 миллионов Мау у Google Ассистентов достаточно так понятно поделен. Разумеется, те, у кого есть через голос доступ в операционные системы, у них огромное преимущество. Его делят между собой на смартфонах Google и Apple и немножечко Amazon, который на планшетах своих его уже постепенно внедряет. Рынок колонок сейчас так уверенно доминируется Алексой. Опять же, я сейчас говорю, конечно, про англоязычный рынок. У меня в основном статистика по нему. Но Google догоняет, по прогнозам, скорее всего, перегонит уже Amazon, потому что его колонки тоже пользуются большим спросом. Из другой интересной статистики бытует мнение, и как-то так исторически сложилось, что голосовые ассистенты говорят женскими голосами, и людям кажется обычно, что женские голоса как-то лучше воспринимаются или что их больше любят. На самом деле ничего подобного. Исследования говорят о том, что всем, в общем-то, без разницы, голос мужской или женский гораздо важнее. Это вот другой график, вот тот график, который справа. Важно, насколько человечно звучит голос. Люди не любят разговаривать с ботами, которые звучат как боты. Если голос звучит синтетически или как робот, ему меньше доверия, с ним меньше хочется разговаривать, разговоры с ними просто длятся меньше, люди соскакивают и хуже, и с большим раздражением воспринимают ошибки. То есть ошибки людей, мы как-то лояльнее к ним относимся. Что касается навыков и возможностей голоса, я думаю, вы просто из своего собственного опыта, из опыта друзей можете представить, что пользуется наибольшим спросом. Алиса, включи свет, Алиса, запусти музыку, или там у нас это Олег, переведи деньги, поставь таймер, поставь этот будильник. Навыки, самые популярные навыки в Войсе сейчас со стороны пользователя, по крайней мере, кажутся достаточно простыми. Я надеюсь, что мне сегодня удастся вам показать, что под капотом там скрыта как бы куча всего интересного, того, что пользователи не видят. И эта индустрия развивается достаточно быстро. То, что сейчас мы воспринимаем голосовые навыки, как что-то достаточно простое и не очень интересное, и не очень сложное, это не значит, что так будет всегда. Вообще, кто такой диалоговый дизайнер? И чем вам предстоит заниматься, если вы пойдете в эту сферу? Долгое время, так как эта индустрия новая, и ее потенциал, в том числе в плане денег, был непонятен, не было вообще отдельной дисциплины диалогового дизайна или дизайна навыков. Были продукты-аналитики, которые решали вообще, что будет уметь ассистент, исследовали аудиторию. Были разработчики-технологи, которые пытались понять, как это сделать технически, а кто занимался тем, что в серединке, вообще непонятно. Обычно это были либо редакторы, которые просто писали тексты, либо это были традиционные X-дизайнеры, которых вытянули с их любимых экранов, или скетча, или откуда-то еще, и сказали, а придумай, как это могло бы выглядеть для юзера. Но постепенно потребность в отдельном специалисте, который знает именно голос, который любит голос, который знает, как его исследовать, который понимает его специфику, и уже как бы у которого наработано какое-то количество кейсов в голове, как UX для голоса отличается от традиционного, эта потребность появляется. И сейчас мы со своей стороны постоянно ищем специалистов, я постоянно вижу вакансии, которые там то и дело возникают. Сбера делает своих ассистентов, Альф, ну вот этот альфовский ассистент появляется. Я постоянно вижу как бы потребность в этом, и это, ну поверьте мне, эта индустрия сейчас вот она, вот в этом месте кривой. Она еще не стартанула наверх, но скоро это произойдет. Теперь посмотрим с прикладной точки зрения. Когда меня спрашивают, чем я занимаюсь, обычно я говорю, что я профессионально соединяю квадратики с стрелочками. Если основной артефакт работы UX-дизайнера – это карта экранов, тоже, в общем-то, квадратики со стрелочками, да, артефакт моей работы – это блок-схема, которая показывает логику навыка или логику диалога. Я буду то навык, то диалог использовать, это по сути одно и то же, да. Это просто как бы карта фичи, да, как она работает. У этой карты экранов или у этой блок-схемы те же пути, как и у традиционного UX. Есть путь успеха, как выглядит пользовательский путь от момента запуска фичи, да, наверху, до момента какого-то успешного завершения. Все, что я сегодня буду показывать, я показываю на примере навыка Олега по полне мобильной. Его задача, чтобы человек зашел и с помощью голосового ассистента Олега положил себе деньги на мобильный телефон или кому-то положил деньги на мобильный телефон. Вот фича как бы в этом заключается, и навык делает именно это. Помимо основного успеха, ну, пути успеха, есть побочные пути, потому что, например, навык можно запустить разными способами. Можно сказать, пополни на 100 рублей, или пополни маме, или назвать сам номер. Это разные пути успеха, но так или иначе они все ведут к одному и тому же завершению. Есть пунктиром, вот этим фиолетовым показаны всякие попытки перескочить с одной ветки на другую. Вдруг человек что-то не то сказал, вдруг он хочет что-то поменять, вдруг он понял, что ему вообще на самом деле нужно что-то совершенно другое, надо дать ему возможность перейти из одного места интерфейса в другой с голосовым интерфейсом в этом плане чуть, ну, как бы сложнее интуитивно, потому что вот как бы у людей еще не сформированы вот эти вот паттерны, как ему, ну, как ему объяснить ассистенту, что ему нужно, и поймет ли его ассистент. Нам нужно предусматривать эти штуки. Отдельно, опять же, по той же самой причине, поскольку это новая область, мы думаем про анбординг. Это серая область вот здесь вот у меня на схеме, потому что люди не знают, как пользоваться голосом, когда они запускают какой-то навык, часто по названию или там по описанию, непонятно, как именно он будет работать. Особое внимание нужно уделять тому, чтобы просто учить людей пользоваться голосовыми ассистентами, чтобы, во-первых, было меньше раздражения, меньше шанс на ошибку, больше шанс на то, что юзер-экспириенс будет приятным. Теперь про составные части этой схемы. Я сейчас, я понимаю, что на этой схеме сейчас ничего не разглядеть, мы потом посмотрим на нее вблизи, вы увидите, что конкретно каждый блок означает, но просто вот чтобы посмотреть на это лего, да, из каких кусочков это все состоит. Есть интенты, они же намерения. Когда вы говорите, Алиса, включи свет в гостиной, это интент, да, это то, что мы обычно в традиционном МИКС называем точками входа, да, каким образом навыки запускаются, что его стартует и какие данные мы получаем на старте, что мы уже знаем. Дальше это так называемые чеки или проверки. Это, короче, когда юзер стоит как богатырь на распутье, пойдет налево или пойдет направо. Например, логично, что онбординг мы показываем только тем, кто навыком еще не пользовался, тупо будет показывать его каждый раз. Поэтому у нас идет, здесь вот на старте, вот самая верхняя, это проверка. Первый раз человек запустил навык или не первый, да, если первый, показываем онбординг, если не первый, идем дальше по схеме. Просто для примера, как все выглядит для нас, для дизайнеров, и как выглядит для разработчиков. Вы, по сути, будете таким промежуточным звеном между техническими ребятами и нетехническими ребятами. Ваша схема – это такая, ну, как бы навигационная карта. Туда может зайти продукт, там, не знаю, вам поставили задачу сделать какой-то навык, вы его там спроектировали, вы отправляете ему схему, он должен зайти, и потому что написано на этой схеме, там, всяким пояснялкам, потому что, как вы обозначили те или иные блоки, понять, что он делает, да, пройтись по всей схеме и понять, ага, происходит вот то-то, юзер видит то-то, заканчивается оно у нас так-то. Но при этом и разработчик тоже должен понять, что ему проектировать. Вы отдаете эту схему ему как, ну, инструкцию, по большому счету, мы проектируем вот это, и он должен понять, ага, здесь у нас вариативность такая, здесь у нас там такой-то текст мы показываем в этом случае, такой-то текст показываем в этом случае. Поэтому на вашей схеме все может выглядеть, ну, относительно просто, но это не значит, что с технической точки зрения будет так же. Дальше у нас реплики самого ассистента, в данном случае реплики Олега. Например, тут могут быть несколько вариаций одной и той же фразы в зависимости от того, какие данные мы получили до этого, просто чтобы это звучало логично, да. Наша задача, чтобы голосовое взаимодействие с ботом звучало максимально естественно, как будто это диалог между двумя людьми, да, чтобы не было каких-то логических несостыковок, почему он здесь это так сформулировал, да, чтобы не было вот этих шероховатостей. И, ну, то есть в любой момент, когда нам нужно, чтобы бот что-то сказал, это тоже помещается на схему. Также помещается на схему реплики клиента или юзера. В какие-то моменты мы ждем, что человек что-то скажет. Мы должны предусмотреть, что именно мы ждем, в какой момент, и какой формат фразы мы ждем. То есть, например, если мы пополняем мобильный, нам нужно знать сумму. Если он не сообщил нам ее в самом начале, где-то здесь, вот конкретно на этой схеме это происходит вот здесь, мы спрашиваем его, сколько вы хотите переводить денег, и это значит, что мы ловим определенную фразу, да, мы ловим там 100 рублей или там полтинник, да, то есть он может сформулировать это по-разному, нам нужно это учитывать. И есть хинты, они же подсказки. Опять же, к слову о том, что юзер-экспириенс пока такой, типа шаткий, не очень хорошо сформирован в головах людей, мы стараемся при помощи подсказок направлять пользователя по определенному пути. Подсказки используются для того, чтобы, во-первых, дать человеку понять, а что я вообще могу сделать на этом шаге, что я могу сказать, да. Часто, когда мы просто говорим там, скажите там то-то, то-то, человек такой, эээ, ну, то есть даже на какие-то элементарные вопросы человек на самом деле может теряться. Подсказки, это даже не для того, чтобы он на них нажимал, да, это просто, чтобы он понимал, а что вообще происходит, где я нахожусь, что я здесь могу сделать. И плюс, конечно, подсказки, это просто функционал для нас, когда, допустим, человек вот прошел через весь путь навыка, дошел до конца, что мы хотим? Мы хотим, чтобы он продолжал пользоваться ассистентом, поэтому давайте-ка мы предложим ему подсказки с другими навыками, которые могут быть ему полезны. Он там пополнит себе мобильный, а может еще интернет хочешь себе пополнить, давай мы предложим тебе это в виде подсказки. И последнее, это виджеты. Это, по сути, интерфейсы в интерфейсе. Есть типы данных, которые тупо неудобно говорить голосом. Ну, например, у нас, у Олега, есть вот такой вот подтверждающий виджет, когда мы делаем, например, перевод по номеру телефона или пополнение мобильного, это, по сути, тот же перевод. Тут с какого счета, куда переводится, сумма и две кнопки. Все это проговаривать, это долго, неуклюже, неудобно. Это, ну, короче, это тигомотина, которая никому не нужна. И это просто один из тех компромиссов, на которые надо идти. Мне с Олегом повезло, потому что он гибридный ассистент, мы можем и сообщать что-то голосом, и предполагать, что человек что-то увидит на экране, но, например, чисто голосового дизайнера его челленджи будут немножко другими. Если бы это была колонка типа Алисы, там прям реально надо было бы подумать, как бы так человеку подтвердить все эти данные, которые он сообщил до этого, но чтобы это не занимало миллиард лет, и чтобы человек не соскочил. Но теперь давайте прям резко приблизимся, как гугл-карты, и посмотрим вот ту самую зеленую линию, которая вам показывала, путь успеха. Давайте пройдемся по ней по всей, чтобы вы посмотрели, как это конкретно выглядит. Итак, начинаем, как я уже говорила, с интента, фраза запуска. Допустим, нам говорят, Олег, положи 100 рублей на телефон. Что дальше? У меня тут написано, имени нет, заполняем себя, запомнили сумму. Что это значит? Во-первых, нам сказали 100 рублей. Мы не хотим потом переспрашивать, сколько вы хотите положить, это тупо человек будет беситься. Запомнили 100 рублей, ну то есть запомнили как бы контейнер данных, который потом вылезет в этой процедуре позже. Дальше. Имени нет, заполняем себя. Что это значит? Мы предполагаем, что когда человек пополняет мобильный, он пополняет его себе, если он нам не сказал что-то другое. Да, он может хотеть пополнить мобильный кому-то из контактов, или маме, сыну закинуть деньги, или что-то еще. Но мы предполагаем, что если он нам ничего не сказал, что он пополняет себе, его номер телефона знаем, спрашивать получателя не имеет смысла, да, мы тоже его запоминаем. Двигаемся дальше. Первый чек. Это первый запуск. Предположим, нет. Предположим, человек уже пользовался навыком. Идем по стрелочке. Нет. Переходим к следующему чеку. Переводим себе. Да. Мы уже решили на самом первом этапе, что человек переводит деньги себе. Идем по стрелке ниже. Ниже, ниже, ниже. Слот суммы заполнен. Это как раз то, о чем я говорила до этого. 100 рублей. Мы запомнили. Идем по стрелочке, да, идем дальше. Вот мы сейчас долго, вправо, потом вниз мы идем. Мы пропускаем огромный блок схемы, который посвящен выбору суммы. Там куча разных вариантов, но они нам просто не понадобились. Доходим до блока. Все верно. И финальный виджет, как раз вот этот желто-черно-беленький, который я вам показывала, финальный виджет, который выдает заново все данные. Мы подтверждаем, что да, это все-таки перевод денег. Нам нужно быть аккуратным, чтобы случайно не отправить что-то, что человек не хочет. Вот, допустим, все хорошо. Деньги на счету есть. Переводит кому надо. Сумма хорошая. И нажимает или говорит словами там да, окей, переводи. Есть еще у нас такое понятие, как слот согласия. Человек может подтвердить свое действие кучей разных способов. Да, огонь, клево. Это все надо уметь считать и понять, что человек хочет. Идем дальше. Перевести. Все получилось. Что делаем дальше? Так выглядит путь с нашей стороны. Если мы заглянули под капот, посмотрели на подноготную. А теперь, внимание, вопрос. Кто посчитал, сколько шагов видел юзер? Пополни мобили на 100 рублей. Все верно. Виджет. Переводи. Все получилось. Помните, я вначале говорила, что все вот эти одноклеточные навыки, как их иногда называют, типа, включи свет, запусти музыку, там, какой-нибудь вопрос гуглу, я не знаю, какое расстояние, там, от Москвы до Питера, да, что это все кажется, типа, очень простым. Это тоже кажется довольно простым. Когда это работает, это, в общем-то, так и работает. Это выглядит легко. Да, это выглядит, как будто ты вот хотел сделать что-то там, типа, сложное, там, то, что заняло бы, там, 5-6, наверное, экранов разных, может быть, да, в традиционном UX, может быть, не конкретно здесь, но часто такое бывает, что когда голос работает хорошо, и мы сразу ловим кучу разных данных, которые нам нужны для выполнения операции у юзера, юзер-экспириенс получается очень, как бы, гладким, быстрым и прикольным в тех кейсах, где, ну, которые подходят для голоса. Теперь, не схемами едиными, если вы будете заниматься голосом, вы будете проводить UX-исследования, и, может быть, я не знаю, как вы себе это представляете, но на самом деле они мало чем отличаются от традиционных UX-интервью, которые проводят традиционные UX-дизайнеры. В условиях пандемии, когда я тестировала навыки, я это делала по Zoom, и у меня был такой нормальный визуальный интерфейс, где таким, типа, длинным скроллом был вот весь вот тот путь навыка, который я вам показывала, с кучей разных вариаций. А как, ну, то есть, а что если человек вначале не назвал там сумму, допустим, да, нам нужно провести его по всем этим выборам. И структура интервью тоже, как бы, достаточно стандартная. Она обычно длилась 40-50 минут, ну, вначале, там, предупреждая людей о том, что я это буду записывать, о конфиденциальности, а потом расспрашиваю их в целом об их пользовательском опыте, да. Если мы, допустим, делаем какой-то новый сценарий под голос, нам нужно понять, а как люди решают эту задачу сейчас, да. Если там, не знаю, мы делаем навык, который рассказывает детям сказки, да. Мы хотим, чтобы бот своим, там, приятным, типа, женским голосом рассказывал сказку ребенку, пока, там, мама чем-то занимается, я не знаю, постель ему застилает или что-то такое. И, а когда вы рассказываете ребенку сказки сейчас, да, а сколько эта сказка длится, а на какие тематики вы сказки рассказываете, какие сказки ваш ребенок любит больше всего, да. Просто мы понимаем, как выглядит юзер-экспириенс сейчас и пытаемся адаптировать его под голос, ищем, как бы, какое-то прикольное голосовое решение, которое эту потребность закроет. А дальше, если мы тестируем, например, вы уже сделали, допустим, навык, вы его спрототипировали, и вы хотите проверить, насколько вообще человеку понятно то, что происходит. Вы можете показывать ему прям по этапам реплики, допустим, ассистента и говорить, как вы думаете, а что вы можете сделать сейчас, да, как вы думаете, какой будет следующий шаг, а что бы вы хотели сделать сейчас, да, как вы думаете, каким будет ответ ассистент, если вы скажете то-то. И просто вот прям по этапам, да, проходиться, то есть на схеме делать интервью я бы не рекомендовала, потому что люди теряются, это выглядит слишком, ну, короче, too much, да, слишком много информации, но если это представить в виде визуального интерфейса, даже если вы делаете колонку, да, даже если вы, как бы, у вас чистый голос, просто показать это в виде такого чат-интерфейса, люди достаточно легко это, ну, они легко это воспринимают, и интервью получаются очень эффективными. Теперь. Прошлое я рассказала, настоящее, я думаю, вы приблизительно получили представление, чем занимается голосовой дизайнер. Давайте немножко по поводу будущего пофантазируем. Я прежде чем перейду на следующий слайд, чтобы не подсказывать. Как вы думаете, какая сейчас самая такая активная аудитория пользователей голосом? Кто еще? До 16, дети, до 10. Ну, вы ближе, чем я ожидала. Обычно говорят, типа, зумеры. Ну, или, там, молодые миллениалы, да, просто люди, которые любят технологии, люди, которые любят все новое, которым, как бы, не парятся из-за, там, сильно, из-за ошибок особенно, ну, просто, да, которые любят пробовать всякое, любят технологии. И это так. По опыту с Олегом мы видим, что наша, там, такая самая возвращаемая аудитория — это молодежь, но у голоса есть еще две целевые аудитории, очень недооцененные, на мой взгляд. Это дети и пожилые люди. Пожилые люди почему? Потому что то, что иногда раздражает обычную такую, типа, среднюю аудиторию просто взрослых людей в голосе, то, что все происходит иногда, там, долго, или, там, слишком много шагов нужно сделать, или что-то такое. У пожилых людей противоположная проблема. Они очень не любят разбираться в визуальных интерфейсах. Подумайте о своей бабушке, и как вы, там, объясняли ей, как что-то сделать, там, не знаю, за интернет заплатить, или что-то такое. Ну, понятно, что бабушки бывают разные, бывают более прошаренные, но в целом пожилому человеку, если ему нужно, там, не знаю, тут же оплатить интернет или телефон, сделать это вот в том виде, как я это показывала при помощи бота, может быть намного проще и намного комфортнее, чем разбираться в, там, интерфейсе личного кабинета МТС, или типа того. Ну, и плюс пожилые люди одиноки. У них, как бы, их социальная сфера, как бы, с возрастом постепенно сужается, и по мере того, как боты становятся все более и более человечными, больше и больше напоминают людей, можно, ну, там, там большой простор, мне кажется, для дизайнера, придумывать какие-то навыки для ботов, которые скрашивают пожилым людям досуг. Я, ну, предоставлю вашему воображению представить, какие это могут быть навыки, но мне кажется, простор там достаточно большой. И точно так же большой простор навыков для детей. Дети — суперблагодарная аудитория. Все то, что раздражает других юзеров в ботах, их ошибки, детей веселят. Они, там, супер в этом плане лояльны, если, тем более, ошибка смешная. В общем, чем глупее ошибка, тем лучше, потому что, как бы, повод просто поржать, повеселиться, рассказать друзьям, там, сделать скриншот, там, мемасиком поделиться. И постепенно появляются уже, ну, если вы, допустим, когда-то браузили Алису и Marketplace, как бы, то, что там делают, появляются как раз вот навыки с рассказыванием сказок, с голосовыми играми, квизами, там, загадками. Короче, если вы интересуетесь, например, геймдевом и интересуетесь голосом, и в целом вам интересно было бы поработать с молодой аудиторией, там тоже огромный-огромный простор для, там, кучи всякого креатива с помощью Войса. Дальше. Другой тренд, который, на который я уже сейчас обращаю внимание, это кастомизация. Тоже как-то так исторически сложилось, что первые голосовые ассистенты пытались уметь все и сразу, но сейчас мы уже просто, поработав какое-то время с голосом, начинаем понимать, что у каждой индустрии своя специфика и пытаться делать бота, который умеет все, это, во-первых, дико дорого, это неудобно и на самом деле не нужно. Есть конкретные сферы, да, и конкретные кейсы, конкретные ситуации, в которых голос работает очень хорошо и прикольно делать навыки именно для них. Во-первых, в России финтех очень активно использует голос, мы это все как бы видим, потому просто сколько у нас голосовых ассистентов именно в банках. В ИКОМ постепенно появляется такая потребность, потому что сейчас потребительские товары стали гораздо доступнее, и мы уже привыкли, по крайней мере, в Москве или в больших городах мы привыкли к тому, что можно в Самокате или в Яндекс.Еде себе быстро что-нибудь заказать. Сейчас Алибаба делает своего голосового ассистента, который будет позволять, пока хозяйка что-то там делает на кухне, она такая, ой, блин, туалетную бумагу забыла купить, сказала своему Алибаба-боту, типа, привези мне туалетную бумагу, и через 20 минут к ней приезжает курьер. Зачем заходить в приложение, тыкать на кучу разных кнопок, подтверждать свой адрес и все такое, если она точно знает, что ей нужно. Голосом это сделать элементарно. Появляются постепенно учителя, боты-учителя, то есть голосовые ассистенты, которые проверяют домашку у детей. Появляются виртуальные друзья, появляются виртуальные стримеры. Если вы когда-нибудь зависали на Твиче, я думаю, вы уже видели, типа, виртуальных девочек-стримеров. Да, они сейчас как бы являются проекцией настоящего человека, который как бы все эти движения делает, но, скорее всего, постепенно будут появляться полноценные боты, которые будут вести стримы, и вы уже не сможете отличить их от настоящих людей. Появляются боты с голосами бренда. КФЦ в Америке сделали боты для заказа курицы, которые разговаривают голосом полковника Сандерса и, типа, представляются полковником Сандерсом, всякие там байки рассказывают, рассказывают историю компании, и все такое. Появляются контекстуальные ассистенты. Премьер-лига в прошлом году сделала ассистента, который для новых футбольных фанатов рассказывает правила, и они могли бы спросить, там, а почему такому-то чуваку там дали желтую карточку? И он объяснял, почему. В The Food Network, это американская кулинарная сеть телевизионная, сделали бота, которому можно было сказать, типа, там, у тебя на прошлой неделе, там, в программе делали такой-то суп, дай мне его рецепт. И он присылал, рассказывал тебе, давал список продуктов и прям пошагово вел по рецепту, чтобы можно было приготовить то же самое блюдо. The Mayo Clinic, американская клиника, сделала бота, которая информирует людей о ковиде, и просто отвечает на вопросы те, кто там пришел, беспокоится, да, там, за своих родственников волнуется, за себя волнуется, и он там с ними разговаривал, успокаивал, давал инструкции, как получить вакцину, как обезопасить себя и так далее. И таких кейсов будет все больше и больше и больше. внутренние ассистенты, это ассистенты направлены не на консюмеров, то есть как бы не вовне, а в Walmart, так как это универмаг с огромным ассортиментом товаров, которые ни один человек не в состоянии запомнить, когда приходят покупатели и хотят поговорить с человеком, а большинство, конечно, хотят поговорить с человеком, они говорят сотруднику Walmart, там, а где мне найти, там, я не знаю, отвертку такую, там, сейчас одну секундочку, если раньше они заходили куда-то в, ну, типа, в компьютер, да, в базу смотрели, сейчас они говорят Walmart-овскому голосовому ассистенту, где найти такую-то отвертку? Бот говорит, найти отвертку там-то, он такой, найти отвертку там-то, то есть это такое, типа, промежуточное звено, да. И если смотреть дальше, вот то, что я сейчас рассказала, то, что есть, да, это то, что уже делается, есть дизайнеры, которые делали все те навыки, которые я описала, то есть это реальная работа. Но если посмотреть в будущее и посмотреть на голос и ML как формат, и что вообще он может уметь, во-первых, ну, спасибо, пять минут, ну, я как раз закончила почти, из того, о чем я, по крайней мере, пофантазировала и придумывала, то есть вы поймите, да, я не Ванга, я не знаю, что будет, но вот то, что я уже сейчас вижу, регулярно ангажируют знаменитости для того, чтобы они записывали ну, или рекламу, или там аудиокниги, потому что у них там клевый, приятный, узнаваемый голос, например, там, Стивена Фрая часто нанимают для того, чтобы он начитывал аудиокниги, потому что там красивое английское произношение, вот у нас Владимир Познер в этом плане популярен, но как бы пройдет 50 лет, Стивен Фрая, Владимир Познер умрут, голос как бы все еще нравится, голос все еще популярен, уже сейчас есть возможности синтезировать по сэмплам, синтезировать голоса людей так, что их нельзя отличить от настоящих, то есть то, что Стивен Фрая и Владимир Познер умрут, не значит, что не будет каких-то навыков или каких-то голосовых ассистентов, которые будут говорить их голосами. Боты вообще, ну, то есть главная задача боты, по большому счету, сейчас, да, это брать на себя какие-то повторяющиеся алгоритмичные задачи, для которых необязательно использовать людей. И это могут быть не только ответы на вопросы в колл-центре, да, это не только вопросы, ну, какие-то вот такие, такие утилитарные кейсы, которые я описывала, но не знаю. Вам надо поздравить дальнего родственника. У него день рождения, вы ничего о нем не знаете, вам неохота придумывать очередное, там, счастье, здоровье, там, успехов тараливали. Вы подключаете боты, там, iBirthday или типа того, который говорит, слушай, вот, типа, номер телефона, вот его имя, отправь ему, типа, поздравление. Бот идет такой, не вопрос, чувак, идет, смотрит ленту, не знаю, ВКонтакте этого родственника, находит там какие-то отдельные факты, синтезирует из них, супероригинальное, суперклевое, там, с шутками, прибаутками поздравление, и отсылает его твоим голосом. Ты отсылаешь ему voice, и он говорит там, здравствуйте, там, Виталий Петрович, траливали, поздравляем, там, с днем рождения, все, там, желаем траливали. То есть это, то есть я понимаю, что это звучит как, как бы анекдот, да, или звучит как что-то фантастическое, но на самом деле мы буквально в двух шагах от этого. Голос синтезировать мы уже умеем. Всякие, вот, не помню, я забыла, как же она называется, G, что-то там. Короче, вот этот ML-движок, который умеет писать тексты, да, вы читали какие-нибудь эти тексты? Их не отличить от человеческих. Да, там есть какие-то логические несостыковки, там есть какие-то шероховатости фраз, но они и в человеческих текстах есть. То есть мы очень-очень близко к тому, чтобы боты были, по крайней мере, вот в текстовом голосовом общении, без лица, да, неотличимы от людей. И вот с этого момента до вот момента наступления этого светло-восхитительного будущего есть огромный-огромный простор для, как бы, таких гибридно-творческо-технических специалистов, которые умеют общаться с пользователями, умеют понять, что им нужно, которые умеют в логику, которые умеют писать тексты, да, и которым просто интересно что-то новое. Я вам честно скажу, мой главный интерес в этой области — это я люблю новое. Я люблю что-то пробовать. Мне вот не очень важно, что там, у нас аудитория, как бы, у голоса не очень благодарная, да, как только вот бот что-то делает правильно, все такие, о, ну, наконец-то бот сделал что-то правильно. А когда бот делает что-то неправильно, все такие, блин, опять эти тупые боты задолбали, да. Ну, то есть мы не получаем, как бы, много этих восторгов и благодарностей, но мне нравится вот этот терринкогнит, и я знаю, что когда я делаю новый навык для Олега, скорее всего, это один из первых таких навыков в мире вообще. И мне кажется, это очень клево. И если вас тоже это интересует, и вы хотите делать что-то новое, то голос вас ждет. Спасибо. Спасибо. Интересное выступление, и у нас, наверное, готовы вопросы. Все сейчас будут спрашивать, насколько повезло с Олегом. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что открыли новый мир. У меня сразу два вопроса, но чтобы не наглеть и дать шанс другим, я задам два, вы можете ответить на один, который вам покажется наиболее важным. Первый вопрос. Всем известно, что дизайнеры должны знать кучу смежных областей от аналитики до маркетинга, чтобы быть успешными в своей сфере. Так же ли обстоит ситуация с дизайнером навыков? Нужно ли знать физические свойства радиоволн или какие-то реверберации, какие-то такие, частотность? Нужно ли в этом разбираться, чтобы делать эффективно? И второй вопрос. А как быть с фейками? Можно ли отличить синтез от оригинальной записи? Потому что, во-первых, можно как очернить репутацию какой-то исторической личности, так и просто мошенничество на уровне банков, например. Да, классные вопросы. Ну, значит, на первый просто ответить. Вот все те вещи, которые ты сказала, что нужно ли это уметь, я ничего этого не умею, ничего этого не знаю. Надеюсь, что я эффективна, поэтому вроде как это не нужно. Мне кажется, главное отличие от традиционного UX в плане компетенций, мне приходит в голову вот что. Из-за того, что Voice — это новая история, из-за того, что основной массив каких-то знаний на эту тему пока что находится в англоязычном интернете, хорошо знать английский. И чем лучше вы его знаете, тем лучше. Потому что, например, единственная такая уже сформированная дизайн-система диалогового дизайна, сделана Гуглом, она не переведена. И я не знаю, будет ли она когда-нибудь переведена. Мы сейчас с Тинькофф так потихонечку пилим свою. Может быть, она будет первой, если все будет хорошо. Но просто основной массив исследований, статей, каких-то там докладов того же Гугла или Амазона — это все на английском. Будет тяжело, мне кажется, развиваться, если вы плохо знаете язык. И просто придется дожидаться переводов. А по поводу второго, насколько я знаю, уже сейчас есть огромные проблемы с тем, чтобы отличить настоящие голоса от синтезированных. Это действительно очень тяжело. То есть это можно сделать, но вопрос как бы, а сколько у вас денег, и сколько у вас там возможностей накупить софт и крутых специалистов нанимать в этой сфере. Я думаю, что проблема фрода и антифрода в Войсе в какой-то момент станет очень-очень-очень большой. Но это зависит от того, насколько голос вообще проникнет в такие фродоопасные области. С банками сейчас вроде как это избегается тем, что все подтверждения любых транзакций, оно все равно, человек должен какое-то действие сделать. И ассистент у него не может просто взять и возникнуть в телефоне, ему нужно запустить в Тинькофф, ему нужно запустить приложение Тинькофф, он точно так же в него логинится. То есть все те препоны, которые есть для обычных мошенников, пока что есть и в Войсе тоже. Как оно там будет дальше, хороший вопрос. Мне кажется, для мошенников там может быть раздолье, но посмотрим. Спасибо огромное. Пожалуйста. Здравствуйте, Тамара. Спасибо большое. Очень интересно. Я продолжу предыдущий вопрос. Просто вы говорили, что эта сфера новая, и вы много исследуете, просто вдруг вы это затрагивали. Вопрос прав на голос умерших как раз людей. Вот вы сказали, например, про Познера, но если это такой прямо специфический голос, то же самое касается синтезированной внешности и так далее, когда это явно узнаваемый и как бы указывает на личность, надо ли, и есть ли уже какие-то законодательные вещи, покупать права на использование вот этого голоса, если надо, то у кого, на сколько, какие условия и так далее. Потому что, ну, вдруг у вас Олег решит с Познером потом разговаривать. Тоже классный вопрос. Из того, что я узнавала, пока что законодательства специфического на эту тему нет, и поэтому, когда возникают какие-то вопросы там, ну, помните, был какой-то момент, когда кто-то насинтезировал, по-моему, голос Трампа и какие-то, типа, а-ля фейк-ньюсы от его, это, от его лица отправлял. Насколько я понимаю, сейчас все эти кейсы решаются через вопросы клеветы и вот, типа, и мошенничество, да, то есть... Просто с живыми людьми это легче. А вот когда человек уже умер, то... Насколько авторских прав на голос пока что нету, насколько я знаю. По крайней мере, из того, что я смогла нарыть, пока что этого нету, но, скорее всего, это да, этот вопрос возникнет, и он интересный. Классно. Спасибо. Извини, что не могу тебе побольше рассказать, но как бы классно, что ты это бросила, просто как бы тоже одна из вещей, над которой можно подумать. Спасибо. Спасибо. У меня вопрос. Вот эти вот фичи, которые вы реализовываете в ассистенте голосовом, они в том числе, наверняка, реализуются и в веб-интерфейсе, да, в мобиле. И как у вас организована синхронизация этих фич? Потому что они все равно постоянно дорабатываются, появляются новые возможности, и надо и там, и там, и там дорабатывать. Вот как вы организовываете? Я вроде как поняла вопрос из тех фичек, которые, ну, зеркалят какие-то фичи, которые уже есть в банке. Это не все они. То есть у Олега есть какие-то уникальные навыки, которые ни с чем не надо синхронизировать, ну, как бы только с собой, да, и с аудиторией Олега. А что касается там, например, мобилки или P2P-переводов или чего-то подобного, если вдруг возникает в сценарии какое-то существенное техническое изменение, то мы, конечно, стараемся за ним поспевать и все время как бы синхронимся с параллельными командами, которые что-то подобное делают. Просто, честно говоря, у нас не было прям таких вот больших кейсов на эту тему, потому что, ну, вроде как в вопросе перевода денег на мобилку или там по номеру телефона в целом это уже исследованная территория, там пользовательский путь достаточно понятный. Главное, что, чтобы, во-первых, например, тексты не расходились, да, чтобы человек, если он там привык видеть определенные формулировки или определенные какие-то слова подтверждения или что-то еще, если, допустим, нам в конце сценария на кнопке подтверждения стоит какая-то фраза, мы стараемся делать что-то похожее, настолько, насколько в контексте чата это уместно, мы стараемся делать так, чтобы эти формулировки походили. Ну, то есть, например, сейчас мы делаем навык финансовый статус, который выдает просто вот такой агрегат данных по поводу финансового, как бы здоровья, условно говоря, клиента, и там у нас есть там ячейка с кэшбэком и там есть фраза там, кэшбэк за текущий период, по-моему, и это соответствует такой же фразе в обычном интерфейсе банковского приложения, где просто выводится кэшбэк юзера, чтобы, ну, билось одно с другим, да, в голове человека, то есть синхронизировать тексты и, ну, синхронизировать общую вот очередность юзер-экспириенса, да, это мы стараемся делать, но так, чтобы вот, в общем, я не уверена, насколько послушать твое ответила, но прям вот сильного кейса какого-то изменения, которое повлекло бы за собой изменения у нас, я пока с таким не сталкивалась. Спасибо. Все? Спасибо, ребята. Все, всех ждем после перерыва. Тамару можно еще помучить какое-то время. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok